Продуктовые компании. Нет, не которые продукты продают, а у которых, собственно, сервис, айтишный сервис является основным продуктом. Вот опять же, если мы возьмем Тинькова, да, как пример, вот у них, собственно, можно сказать и продуктовый бизнес. То есть у них вот этот интернет-сервис, этот интернет-банк является основным продуктом. Понятно, что у них там другие сейчас сервисы, всякие страхования и прочее, но тем не менее. Заметьте, это не реклама, это просто хороший пример из российской действительности, то, что на устах, то есть то, что многие знают. И, допустим, возьмем какую-нибудь Дуду-пиццу, да, то есть они хоть и говорят, что у них IT-компания, да, и, то есть на этом они основаны, но заметьте, если у них не будет пиццы, навряд ли вы будете поклонниками их IT-сервиса. Так ведь? Так. Поэтому, ну, я бы сказал, что у них, наверное, все-таки пицца основной продукт, а IT это опять же их оцифровка. В каком-то процентном соотношении, безусловно, от бизнеса, но, тем не менее, я бы не стал их называть именно IT-компанией. Хотя, да, все заказы у них делаются через их интернет-сервис и внутри кафе у них это все делается, ну, они вот так это все выстроили, так завязали. Но я бы не стал говорить, что как бы именно пиццерия, у нее именно IT это ядро. Хотя вот именно в Тинькове, да, в случае, если у них не будет приложения, ну, маловероятно, что они что-то там смогут сделать. Ну, все на этом завязано. Прям все-все-все. На этом все строилось. Поэтому, скорее, Тиньков они более IT-бизнес, нежели, допустим, те же Дудут Пиццы. Вот вам, опять же, пример из реалий. Но, тем не менее, есть такие компании, как продуктовые компании. Ну, возьмем, допустим, сервис Авито. Именно интернет-сервис является их основой. Понимаете, все очень размыто. В каком плане? У многих интернет-сервисов есть еще определенный бэкграунд. Например, возьмем Озон. Озон это интернет-портал. Они всегда были интернет-порталом в первую очередь. Но, у них есть мощная служба доставки. Это отдельная инфраструктура, сотрудники и накладные расходы, и отдельная специфика их бизнеса. Но, если у вас просто интернет-магазин, у вас, типа, продуктовая компания, у вас интернет-магазин, и вы доставку кому-то передали на аутсорс, то, по сути, вы и остаетесь, как бы, именно компанией, которая занимается только IT-решением, а все остальное реализуют другие люди. То есть, это способ реализации подхода к бизнесу. Но, почему я на этом всем так концентрируюсь и привожу эти примеры? Например, Озон. У них есть Озон, есть Озон Тревел, то есть, есть интернет-сервисы. Там и работают команды разработчиков. Это крупные проекты, над которыми работают в штате много-много разных разработчиков. И мобильщиков, и не мобильщиков в том числе. Если мы берем, допустим, какой-нибудь проект типа Банки.ру. Над ним работают программисты, также в штате. Если мы берем какой-нибудь проект, типа, ну, например, Авито. Огромные команды разработчиков, сложные технологии, большие требования к разработчикам. То есть, абы кто туда так просто не попадет. И, соответственно, деятельность этих компаний, она от этого начинает меняться. Потому что у них, они IT-центрированные. То есть, у них продукт это то, за счет чего компания, собственно, и живет. Дополнительные сервисы, это уже отдельная тема, да. То есть, Озон, они вот за счет своего портала живут. Да, у них есть служба логистики и так далее, но портал это их ядро. Тинькофф, опять же, вот пример. Итак, к чему я это? Если мы вот так начинаем размазывать, это становится более понятно на примерах нашего реального бизнеса. Но, если я вам, допустим, приведу пример. Какой-нибудь Инстаграм. Это IT-продукт, IT-сервис, который является, собственно, бизнесом. Заметьте, у них нет каких-то служб доставки и так далее. И вы можете сказать, ну, это, в принципе, то же самое. Но, если мы возьмем Google, как вот именно поисковик, у них есть свои серверные, да, то есть, у них есть накладные расходы в этой части. То есть, у них могут быть, там, свои дата-центры и так далее. Это отдельная часть бизнеса. Но, что выделяет именно IT-продукт относительно... Помните, я про Альфа-банк говорил, да? То есть, это банк с IT-решением, который выравнивает именно долю IT в компании. Если мы говорим о Авито, если мы говорим о Гугле, именно вот, ну, именно о поисковой их части. Понятно, что там корпорации, у них уже много всего остального. Ну, так, на начальном этапе. IT-продукт был сердцем, с которого все начиналось. Там все заложено. Без него нету этой компании, по сути. Опять же, молчим про Google. Вот. Суть, надеюсь, ясна. Так вот, в этих компаниях, где IT-сердце всего, и все это прекрасно понимают, от менеджмента до последней уборщицы, работа строится по-другому, и найм строится по-другому. Конечно, это на все накладывает определенный отпечаток. И, конечно, работать в таких компаниях, ну, это отдельная песня. Причем, хочу даже заметить, хотя нет, выдержим интригу, потом увидите. А пока к другим компаниям перейдем.